МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жихарка Агрогородка Ударная поведомила по телефоне, что в населенном пункте пошли проводить водопровод. Пробурыли с ведровину, однако работы спынились. По словам простонников мясовых уладов, объект готовы прикладны на треть. Одна гроша, как завершить работы, нема. Юрий Шулейко заполнил. Вода будет. У вас вода? Будет. Будет вода. Найду деньги, будет вода. Договорились, спасибо. Но надо еще как минимум месяца три. Никуда я не денусь. Деньги, найдем эти деньги. Пытания вода за беспешение и якость воды хвалюют так само же Хароу Буйновичу и Тонежа. Дорушение мясовым уладам и простовникам жилево-коммунальной господарки в области. Проанализовать кожную ситуацию и, где есть махшимость, поскорить выращение проблемных пытаний. В Лельчицах действительно уже давно существует это полесье, глубокое полесье, существуют вопросы с водоснабжением, это большое содержание железа. Деревни достаточно имеют и большую численность, они протяженные. Есть, конечно, сегодня проблемы и с грунтами. Я объяснял, что это болота. Сегодня в области существует программа. Она существует, естественно, приходят истоки ее и от районных властей и пожеланий жителей по качеству воды. Заявители этих деревень, мы кое-что ускорим. Несмотря на то, что план есть план, но есть объективная необходимость, мы на это имеем право. Жихарка Лельчицца упаскардилась на дренный стан дорожного покрытия на улице Першамайской, а так само на санитарный стан водостока, уякие некоторые мясовые жихары выкаристовывают у якости канализационных. Грейдирование дороги проведут в ближайший час. Пытания водостоков так само выращать. А кроме того, жихару Гомельской области подчас приема и телефонной линии хваляли жильевые и земельные питания, а так само прационные относины. Подзяка за допомогу Пентин Хуа, загадчик постоянного комитета всекитайского схода народных представников провинции Сычуань, выказал удячность старшиня благоценками Геннадия Салавью и жихарам Гомельской области за поддержку в связи с успешкой коронавируса. Как означено в послании на имя губернатора, в этот критичный момент вы накировали лист и выказали спокойствие и поддержку гуманитарной допомогой, что еще раз доказало тревалую дружбу по международам провинции Сычуань и Гомельской области. Мы были широко крануты вашей увагой. И это умацевало нашу уверенность и расшучность в борьбе с эпидемичной ситуацией. Протягиваем выпуск. Республиканский науково-практичный центр радиоцины, медицины и экологии человека – один из лучших в Украине. В Минске на коллегии министерства охоты здоровья подвели выники республиканского взгляда якости и культуры медицинского обслугования насельства в 2019 году. Установа с Гомеля отримала перемогу сярод организации республиканского подпорядкования. И на то есть объективные причины. За минулый год консультацию в науково-практичном центре отримали около 70 тысяч пациентов. Для чайни у стационара прошли 15 тысяч человек. Специалисты РНПЦ провели 6875 операций. Утемлику больше за 600 высокотехнологичных. Звыше тысячи мероприемств в проводе у Гомельской области в рамках республиканской акции «Один и день безпеки». Об этом поведомились сегодня подчас пресс-конференции. Сустречи с прессой организовали простый день после старта широкомасштабной кампании. С одного боку, чтобы рассказать о проведенном, с другим проанонсировать наступные мероприемства. Под обязанностей у Евгении Кухаронак. На территории краины акция «Один и день безпеки» в таком формате проходит в третий раз. Ее эффективность беспречна. Двойше на год у Лютым и Вересни все затекавленные службы, ведомства и хроманские организации накеровывают свои намагания на развитие культуры, безопасности и житедейности. Попередить, научить и допомогать, как безахвер. Цель этой акции – привлечь внимание населения, безопасности к профилактике преступлений, правонарушений и чрезвычайных ситуаций. Затронуты все слои населения, начиная от детсадовского возраста и заканчивая престарелыми гражданами. Мероприемство в рамках «Один и день безпеки» проходит в установах адукации, ховы здоровья и на предприемствах регионов. Особливая вага – место массового знаходжения граждан. Один из новых селетних проектов «Маршрут безпеки» стартовал на Чугунышном вокзале Гомеля. По всех районах в области проедет символичный вымпел. В местах его припынка будут проводить профилактические акции. Бои самыми показальными, во выявлении порушальника у правила безпеки з'являются профилактические рейды. У делу таким на днях приняла и наша здымышная бригада. Супрационники державной инспекции проверяли водителям на пильность и выполнение ПДД. Соступить дорогу спецтранспорту сдолили не все. 13 человек отримали по переджине от инспекторов. В другой раз покарание за порушение правил дорожного руха будет больше строгим. За непредоставление преимущества движения транспортным средством, включенными проблесковыми маячками, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 2 до 10 базовых величин, а также предусмотрено лишение до года водительского удостоверения или без него. Коли милиция машина худкой до помоги, або пожарная спешается на выклик, кожная секунда на улику. От того, на кольке оперативной бригады прибудено место, залежит здоровье и жизнь у людей. Если вы все-таки видите, что ездит пожарная машина с проблесковыми маячками, либо же машина скорой помощи, уступите дорогу, ведь она едет на помощь людям. Вы не знаете, возможно, завтра эта помощь понадобится вам. Рейдовые мероприемства протягнутся в разных районах в области. Темчасом, завтра на базе Гомельского спорткомплекса «Локомотив» в рамках «Адзинах дня безпеки» отбудется областное межведомостное мероприемство. Гостей чекает выстава спецтехники оперативных службов, навучальные интерактивные пляцуки и концерт. А кроме того, на стадионе пройдет учебная эвакуация с отпрацовкой алгоритму деяния в выпадку пожара. Нагадаем, республиканская акция «Адзин и день безпеки» проходит до первого соковика. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». 27 и 28 лютого в Минску пройдет 8-й съезд Федерации профсоюзов Беларуси с самого массового громадского объединения краины. Как плануется удел в сустрече премьер-керавник державы Александр Лукашенко. На мероприемство запросили больше за 500 делегатов, представников всех регионов. Гомельскую область представить 59 человек с разных предприемств, организаций и установ. От рабочих до державных служащих. Зъезд станет выником проведения справозначно-выборшей кампании у всех узровнился род профсоюзных организаций. Под час его так само будет принята программа деятельности объединения на наступные пять годов. Я являюсь впервые делегатом съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Это очень ответственно и очень почетно. Сегодня уже делегаты Гомельской области работают с программой деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, которая будет принята на ближайшие пять лет. Что касается основных направлений, которые сегодня предусмотрены программой, это, конечно, весь упор на правозащитную деятельность трудящихся. Это на охрану труда, на сохранение жизни, здоровья и создание комфортных и безопасных условий труда. Это работа с нашей молодежью. Это, конечно, в приоритете стоит информационная работа. Что тыжится выника у работы профсоюзов за попереднюю пятигодку, то и она была соправдовыниковой. У силы уступил новый працонный кодекс, у який унесено больше за 40 изменений. Были подписаны погоднения помеж Генеральной прокуратурой Беларуси и Федерацией профсоюзов, а так само у Радом, Союзом наймальников и профсоюзами. У всех это могутные инструментары в обороне правоупрационных. Науково-популярный мостатский альбом присвященный Палацево-Парковому ансамблю сегодня урочисто презентовали в Гомеле. 348 сторонок, а мальчатеры килограммы в Айи, 500 иллюстраций. 10 тысяч годов истории у одном альбоме. Выдание, саправдой, уникальное. Таких фундаментальных публикаций за всю историю, иснование музея и палаца в Воголе еще не было. Появление на свет альбома Гомельский дворцово-парковый ансамбль было жизненно необходимо и для дворцово-паркового ансамбля, и для города, и для Гомельской области, и, уверенно, для нашей страны. Поскольку впервые целостно представлены огромный массив информации, сведений, фотографии исторических и современных, которые были опубликованы разными сотрудниками на разных источниках. И благодаря этому изданию они опубликованы в таком вот фундаментальном виде и будут введены в научный аппарат. Мастацкий альбом Гомельский палацово-парковый ансамбль выдадзены на трех мовах. Эксклюзивный тираж 500 экземпляров. На его творение спотребился год кропотливой працы супрацовников музея по пошуку сборы и систематизации материалов, а так само специалистов выдавецкого дома «Гомельская правда», которые смогли васобить идею в Малявнишем альбоме. У Гомеля стартовали гастроли Брестского театра «Ляляк». Гости привезли два спектакля для юного глядача и для дорослого. У детей заявилась макшимость познайомиться с котом Леопольдом, двума потешными мышонятами и иншими казачными героями. Премьерный показ спектакля «День народжения Кота Леопольда» на гомельской сцене уже отбылся. Демонстровать его будусь до первого саковика. Для молодей и дорослых коллектив Брестского театра «Ляляк» привез одну из уникальных своих постановок «Холстомер» по водле оповести Лева Толстого. Спектакль покажутся двойше 28 лютого у 16 и 19 годин. Он у нас был поставлен в 2005 году. И вот с тех пор мы ездили с ним, можно сказать, полмира объездили, но в Европе почти всю. Были и в Китае, в Индонезии, в Турции. Сама суть постановки режиссера была в том, что якобы это ангелы, ну как бы холстомер, это лошадь, вспоминает свою пройденную жизнь. У початку саковика у гомель завитают артистам Могилевского областного театра «Ляляк» с детящим спектаклем «Катяня» по имени Гау и дорослой постановкой «Синяя-синяя» по оповеданию Владимира Короткевича. Наш театр у свою шаргу с гастролями у теждни побывая у Бресте, Могилеве и Бобруйску. Телерадо компания «Гомель» запрашает долучиться до своей команды. Телеканал «Беларуша-Теры Гомель» обвестил кастинг ведущих информационных программ. Потребование доудельников – высшая адукация, добрая дикция, телегиеничная знижность. Заявку с короткой видеопрезентации, пожаданной на беларуской мове, можно отправить до 29 лютого на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. А эти инши новины, информацию о проектах Телерадо компании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершенный. Усего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. В Следственном комитете завершили расследование уголовного отдела о бытовом убийстве. 54-летний гомельчанин в порыве гнева ударил ножом с обутыльника. Приятели встретились в квартире. Принимал гостя мужчина с богатым криминальным прошлым. В 1998-м он ударил знакомого ножом прямо на улице, а в 2010-м был осужден за злостное хулиганство и причинение тяжких телесных повреждений при аналогичных обстоятельствах. На этот раз картина повторилась. На фоне употребления спиртного между собутыльниками начался конфликт. Поставил в нем точку хозяин квартиры, ударив своего гостя ножом. По версии следствия, не менее одного раза. От проникающего ранения тот скончался на месте, а хозяин вызвал скорую и дождался приезда экстренных служб. Дело об убийстве направлено в суд. 400 граммов наркотического вещества и 12 килограммов высушенной конопли хранил гомельчанин у себя на квартире и в частном доме в Могилевской области. Оперативники наркоконтроля задержали мужчину и провели у него обыск. 35-летнего жителя областного центра подозревают в незаконном хранении марихуаны с целью ее дальнейшей продажи. В квартире мужчины было обнаружено почти 400 грамм наркотика, который он складировал в металлические тазы. Там же находились целлофановые пакеты, бумажные свертки и футляр из-под фотопленки с измельченным растительным веществом массой около 300 грамм. Оно направлено на экспертизу. Во время дальнейшей проверки противоправной деятельности задержанного оперативники выявили крупный наркосклад в Быховском районе Могилевской области. На чердаке частного дома хранилось 4 мешка высушенной конопли, которая также направлена на экспертизу. Авто с перебитым ВИН-номером пытались везти на территорию Евразийского экономического союза. На украинско-белорусской границе гомельскими таможенниками пресечена попытка ввоза в страну автомобиля «Фольксваген» с видоизмененным идентификационным номером. Водитель, 23-летний гражданин Республики Беларусь, следовал через республиканский пункт таможенного оформления «Камарин». При проведении таможенного контроля сотрудниками таможни установлены признаки изменения идентификационного номера кузова. Для установления действительности автомобиль направлен в Калинковический районный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Эксперты установили, что ВИН-номер действительно подвергся изменению. Маркировочную площадку со старыми данными кузова вырезали, а взамен вварили новую с другим идентификационным номером. Автомобиль изъят, возбуждено уголовное дело. Товаро стоимостью почти в 50 тысяч рублей может лишиться перевозчик, который забыл указать в декларации 3,5 тонны тканей для штор. Таможенники выявили их при цепе автомобиля «ДАВ». Он следовал из Турции в Россию под управлением гражданина Молдовы. Сведения о тканях отсутствовали в товаросопроводительных документах. Начат административный процесс. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Чемпионат страны по хоккею в экстралиге входит в решающую стадию. Завтра стартует плей-офф. Взаимоотношения Гомеля и Динамо Молодечна в нынешнем чемпионате насчитывает 7 поединков. Статистика не в пользу рысей. На их счету 3 победы при 4 поражениях. В противостоянии Металлурга и Шахтера цифры также не в пользу команды из нашего региона. Сталевары в 7 поединках трижды были сильнее горняков. Можно сказать, что явного фаворита ни в одной из двух пар нет. Первые матчи пройдут завтра в Молодечной и Солигорске. Начало в 19.00. В Гомеле сегодня стартовало первенство Беларуси среди юниоров по спортивной акробатике. В состязании принимают участие более сотни сильнейших спортсменов со всей страны. Проходит первенство в Сдюшор номер 4. Это учебное заведение в последние годы один из главных поставщиков спортсменов национальной команды страны различных уровней. К слову, нынешнее первенство страны главный смотр сил перед мировым юниорским форумом, который в мае пройдет в Швейцарии. Среди претендентов не только на поездку, но и на награды первенства мира гомельчане. Смешанная пара Илья Фоменков и Виктория Охотникова и мужской тандем Максим Маркевич, Олег Михалевич. На протяжении 15 лет данная школа Сдюшор номер 4 города Гомеля является ведущей школой нашей страны. Но, тем не менее, конкуренцию высокую им составляет и город Барановичи, и город Брест, и город Витебс, и город Минск. После этих соревнований спортсмены апробируют свои новые упражнения и будет определен военной состав на предстоящие первенства мира в Швейцарии. Наш регион на первенстве страны представляют не только гомельчане. За награды сажаются и спортсмены из Мозыря. Завершатся соревнования завтра. В Минске прошел решающий этап республиканского фестиваля «Шаг в будущее». Своё баскетбольное мастерство на нем представляли четыре юных спортсмена из Гомельской области 2009-2010 годов рождения. Подняться на пьедестал получилось у каждого. По итогам конкурсной программы лучше других своё мастерство владения баскетбольным мячом показала гомельчанка Варвара Плескачевская. Она завоевала золото у девочек. София Шишкина из Светлогорска также стала призёром фестиваля. У неё бронза. Среди юношей в тройку лидеров попал Ярослав Гесть также из Светлогорска. Он стал вторым. Кроме того, юные спортсмены из нашего региона хорошо показали себя и в командной игре. По итогам турнира 3 на 3 они в составе сборных также стали победителями и призёрами фестиваля. Среди неназванных до сих пор имён стоит отметить гомельчанина Владислава Сатырова. Он со своей командой занял третье место. На этом пока всё. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.